Не добьёшься. Ну тогда скажите, как достичь его. Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи». Да, эксперты наши определённо знают. И сегодня в «Формуле семьи» у нас опять немножко нестандартный состав. Ну, с моей точки зрения, по крайней мере, Элечка выздоравливая, наша хорошая. Ну, а я пока подменяю. Так что в качестве ведущей сегодня Екатерина Горбунова. А в качестве эксперта традиционно по четвергам Сергей Толоконников. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Катя. Эля, особенный привет вам. И действительно, пожелание выздоровления. Ну и здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, дорогие радиослушатели. А тема у нас сегодня лингвистическая, не побоюсь этого слова. Что ж, у нас тут прям конфликт практически возник перед эфиром, потому что протестовала я и пыталась доказать, что нет никакой проблемы восприятия. Но речь сегодня все-таки не об английском, не об испанском, не французском, не немецком, а языках женском и мужском. Что ж, Сергей, есть проблема? С моей точки зрения, есть проблема, вполне себе классическая проблема между мужчинами и женщинами. Она присутствует. Она вообще между людьми есть. А уж тем более есть, поскольку гендерность определяет, задает определенный коридор для каждого из нас. И хочешь не хочешь, ты в нем все-таки двигаешься. Выскочить из него очень сложно. И ряд вещей, конечно, происходит по-разному у женщин, у мужчин. У нас все-таки контекст семейный, большей частью. Мы же говорим в рамках формулы семьи. Поэтому мы говорим о том, о каким образом достигать какой-то гармонии семейным парам, прежде всего. Но это, наверное, полезно не только мужьям и женам, полезно вообще людям. Но мы нацелены прежде всего на семейные пары. Слушайте, дорогие наши радиослушатели, у меня сразу к вам вопрос. Как по-вашему, есть ли и необходим ли какой-то перевод с женского языка на мужской? Ну и, соответственно, наоборот. Есть ли эти самые вообще языки? Или на самом деле говорим мы все на одном вполне понятном языке, а уже как-то кто что интерпретирует, это уже проблема каждого. Есть ли вообще проблема по-вашему? Вы можете заделиться своими мнениями, может быть, эмоциями на этот счет, или какими-то такими общими, может быть, знаниями. Обязательно присоединяйтесь к нашей беседе. У вас есть для этого все возможности. Вы можете нам как звонить. Телефон прямого эфира 8 800 3331706, 8 800 3331706. Это также сайт teos.fm, приложение teos. И нам можно писать через вайбер и ватсап. Это 977 850 0996. 977 850 0996. Формула семьи. И есть ли вот эта разница восприятия мужского и женского языка? Знаете, на самом деле, Сергей, вот как мне кажется, нет никакой проблемы с точки зрения именно вот женщины у нее, ее женский язык, и вот мужчина со своим мужским языком. Мне кажется, есть просто разные типы мышления. Есть мышление более такое феминимное, женское, а есть более мужественное, маскулинное, и причем вот между собой оно не обязательно зависит от пола. Я знаю женщин очень конкретных, детальных. Ну, как обычно, характеристики женщины многословно, трепется ни о чем, не знаю, эмоционально, ничего по существу. Я знаю женщин очень таких конкретных. Конкретных, да? И с конкретным подходом. И знаю мужчин, которые лишь бы потрепаться. Есть такая буква, конечно. Обязательно поговорим. Мне кажется, нам, наверное, Владимир там звонит, пытается дозвониться. Слушайте, вы отсюда все видите. Да, да. Так что принимаем звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Дайте угадаем, это Владимир. Здравствуйте. Да, Владимир, здравствуйте. Хочется, может, по этому вопросу. Так. Их не поймешь. Их? Это кого? Женщин. Этих самых. Этих самых, да. У вас, кстати, код какого пола? Мужского. Мужского. Все, ясно. Вы специально преследовали цель, чтобы все-таки взаимопонимание достигать, да? С животиной своей. Нет, это случайно. Случайно? На улице бедненький, на улице маленький был. Не знал, куда идти такой. Ну, и подобрал его, в общем. У вас доброе сердце. Да. Так что насчет нас-то? Так я понимаю... Вас ты поймешь. Да, Владимир говорит, что есть пропасть вообще, с его точки зрения. А вас поймешь? Ну, нас мы не знаем, потому что мы, так сказать, ну, как понять нас? А вот вас не поймешь точно. Хорошо. Как Марс и Венера. Ну, как две планеты говорят, да, вот, мужчины и женщины. Да. Тогда, спасибо, Владимир, за вопрос. Спасибо, Владимир, да. Мне кажется, тогда нужно инструкцию по эксплуатации прилагать в комплекте с человеком и вот говорить, вот модель такая-то, модель женщина, язык программирования такой-то, а вообще общаться на уровне эмоций. Так что ли? Как-то примитивненько выходит. Ну, выходит, примитивненько или не примитивненько, получается, практика-то, она же очень много чего определяет. В этом смысле, ну, можно назвать все-таки такую вещь, как хотя бы, мы берем такой усредненный совершенно вариант, и вот в среднем по палате мужчины необходимость, да, высказать, проговорить какое-то количество слов в сутки у них меньше, чем у женщин обычно, да. Если мы берем вот женскую палату, да, и мужскую, то вот ситуация такова. Может быть, это не так сильно отличается, но отличие есть в несколько тысяч слов. Поэтому это уже показывает некоторую разницу между мужчинами и женщинами. Ну, тогда, может быть, находить этот баланс, если мы говорим все-таки о семье. Я, конечно, не замужем на данный момент, но все-таки пытаюсь от этой передачи взять по максимуму на жизнь свою грядущую. И тогда, если вот все-таки есть вот эта вот определенная пропасть в словесном выражении, может тогда женщине найти работу, где она будет выбалтываться, а дома уже тихо и смиренно приходить? Ну, отчасти да, но все равно эта проблема встанет даже в тот момент, когда женщина будет дома. Например, когда она будет дома по уходу за ребенком, что ей придется делать. Конечно, ребенок, он ушатает кого хочешь. Бессонные ночи, постоянная беготня со всевозможной одежкой и кормлением, они, конечно, выводят из равновесия и силы выкачивают просто очень. Но, тем не менее, все равно необходимость разговаривать, она сама по себе не исчезает, она до нуля не сводится. Поэтому вот в таких ситуациях женщина оказывается в том числе, да, сталкивается с необходимостью разговаривать, а мужчина, он в меньшей степени нуждается. Это вот один из таких интересных моментов и наблюдений. Есть еще такая штука. Вот Эля буквально выпаливала неделю назад здесь, горлышко ей еще позволял тогда, и она выпаливала, что как же с вами мужчинами разговаривать? Вы же не любите ни о чем говорить, вы не хотите ничего выяснять, вы просто убегаете. Это особенности, это правда так. Это зачастую действительно так. Опять, если мы берем больницу и замеряем средний градус. Но надо сказать следующее все-таки в оправдании мужчин. Мужчины не то, что в принципе не любят разговаривать. Нет, ну, нет такого. Мужчины не любят разговаривать бессмысленно. А вот смысл разговора у мужчины и у женщины отличается. И здесь важным является тот момент, что, знаете, как в этом замечательном фильме советском, что такое счастье, да, счастье это когда тебя понимают. Вот если удается выстроить, выстроить общение, попасть на одну волну, вот такое общение, конечно же, мужчина будет тоже стараться на него, на эту волну попадать. Оно ему тоже нужно. Знаете, хотела уже парировать, но тут увидела сообщение, два сообщения, которые пришли. И вот одно сообщение от Никиты, а зачем женщин понимать? Да, но Никита известен своим интересным отношениям. И еще сообщение от Станислава к теме эфира. Замолчи, жена неуемная, не гони волну, да бездонную не бубни, жена не послушница, к слову разума дай прислушаться. Не мешай мне, молодцу, думу, думайте, не ложись бревном, да на том пути. И сколько вот уже, слушайте, одни мужики сейчас пишут в эфир, и у меня такое ощущение, что вот если я сейчас выйду, вот вы тут по существу поговорите, между собой договоритесь, и как бы вы сойдетесь в итоге на том, что нас не то что сложно понять, главное незачем. Ну, нет, мы здесь не договоримся, потому что я далек от позиции, которую высказывает в данном случае Никита, потому что для меня это что-то из аксиоматики, то есть это не требует доказательств, что должно быть взаимопонимание. Если вот кто-то хочет жить по-другому, я так жить просто не способен, и более того, я считаю, что это достаточно ущербная жизнь, она нечеловеческая, потому что человек устроен по-другому, он нуждается в общении, он нуждается во взаимопонимании, и ему интересно самому других понимать. Вот хотя бы вот из этой позиции, вот я ее так обозначаю, думаю и я. Ну, так думают большинство, и в частности, это часть психического здоровья, скажем так. Вы знаете, очень часто, наверное, возникает какой-то такой момент во взаимопониманиях, взаимопонимания, при поиске этого самого взаимопонимания между мужчиной и женщиной. Вот мы, я хоть и не согласна, что вот такое очень даже усредненное деление по палате, оно существует, я все-таки считаю, что очень, но не могу не признать, что мы, наша женская половина, очень любит намекать. И особенно, когда нам что-то нужно, мы, нам очень сложно подойти и сказать прямо, любимый, дорогой, обожаемый, налей мне стакан воды. Мы можем, не знаю, затирать там очень долго и упорно про жажду, про солнцепеп. Да, про то, какая тяжелая погода за окном, и еще что-то вот. А сказать, давай дойдем вот до того ларька и купим бутылочку воды и просто я попью, вот это вот уже сложнее. И как вот не ломая вот где-то вот это женское и вот это вот в то же время не ломая мужское понимание сути вещей, все-таки друг друга понимать? Ну, вот мы попробуем к этому подобраться, но это все не так просто. Здесь нужно слово ломать, оно здесь, от него никуда не уйдешь, потому что какие-то вещи придется ломать. Но вопрос в том, что ломать другое их не сможет. Всякая попытка со стороны сломать, она приведет к сломанным отношениям. Она приведет к тому, что будет возникать пропасть, которая будет расширяться между супругами. Это же не тот эффект, который хотят оба. Но ломать нужно что-то внутри себя для того, чтобы выйти из замкнутого круга. Потому что он есть, и каждый старается показать, что да бесполезно с тобой о чем-то разговаривать, потому что сколько я не пробовала, оно не получается. А как может получиться, если мужчина... Ведь это же определено, ведь гендерные вещи, они же не просто... Знаете как? Как мы говорим, есть первичные признаки, да? Но ведь все существо человека выстроено. Это же гораздо более сложное строение, чем просто вот видимые телесные признаки. Это же мозг по-другому работает, это все системы по-другому работают. Они по-другому работают. Например, вот первый один такой интересный способ общения у женщины действительно намеки. Мужчина намеки способен терпеть. И это все. Но и терпение тоже заканчивается. Вот в этом уже разница видна. Да? С другой стороны, для мужчины очень важна как раз точность сообщения. Когда мужчина что-то сообщает, он старается сделать это максимально точно. Максимально... Ну, это, конечно же, с его точки зрения точно. Но здесь очень важный момент. Если постараться все-таки отслеживать объективно, то вы увидите. Ведь что такое вербальное сообщение? Вербальное сообщение – это то, что можно записать. Есть еще невербальные сигналы, которых тоже много. Интонация, мимика. Есть какие-то... То есть, вот, Олег, я не слышал передачу, но он приводил, должен был привести людей, которые работают как раз с прочитыванием интонации. Это все сигналы, которые женщины... Был вчера выпуск. Вот я не мог, у меня возможности не было. Мне невероятно интересна эта сама тема по себе. Так это есть. И эти интонации, они тоже очень много что сообщают. И женщины их читают гораздо лучше, чем мужчины. Мужчина настроен на такую очищенную, скажем так, на очищенное, рафинированное общение с точки зрения того, что он обращает внимание прежде всего на ту информацию, которая ему сообщается в словах. И, соответственно, он сам себя так ведет. Знаете, давайте, у меня есть, вот, к продолжению этому, еще пара таких вопросов. Ну, а пока короткая пауза. Оставайтесь с нами в «Формуле семьи». Селянка, хочешь большой, но чистой любви? Да кто же ее не хочет? Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Ну, а также нам можно еще и написать через сайт teos.fm, через приложение «Вайбер» и «Ватсап». Телефон для них 977 850 09 96, 977 850 09 96. И приложение Teos доступно на Android и на iOS. Скачивайте, устанавливайте все те же функции, очень удобно. Ну, а сегодня в «Формуле семьи» Сергей Толоконников и в качестве ведущей Екатерина Горбунова говорим на тему лингвистическую, переводы с женского языка на мужской. Но на самом деле, мне кажется, проблема, она с двух сторон. С мужского на женский перевести тоже очень сложно, особенно если вот Сергей сказал, что мужчины любят вот такую вот чистую, рафинированную, четкую, лаконичную информацию в качестве, может быть, даже каких-то конкретных указаний к действиям. И вопрос в другом. Как эту информацию воспринять, не дополнив ее дополнительными смыслами? Потому что часто сплошь рядом, сама этим порой грешу, говорят одно, а я автоматически додумаю. Вот, не знаю, посыл был, не знаю, тебе нужно купить джинсы на размер больше. Значит, я жирная. Ну, это известная история. Ну, это, увы, это жизнь. Это же жизнь, только она разными глазами, эта жизнь смотрится. Потому что, если, ну, скажем так, ведь вообще, если отвечать, Кать, на вопрос, который был вот именно так задан, а как воспринимать эту информацию? Ответ на самом деле несложный, ответ очень простой. Вы эту информацию можете перепроверить. Вот у вас пошла интерпретация. Ну, во-первых, вы должны отметить, это все должно быть в замедленном режиме. Вы должны отметить, что все-таки это ваша интерпретация. Что сообщил человек? И вы можете задать вопрос встречный. А правильно я понимаю, что в данном сообщении содержится вот это и это, про это речь? Ну, обычно это происходит короче. Ты что, имеешь в виду, что я жирная? Да. Да. И вот дальше, как реагировать мужчине, точнее, нет, мне кажется, у меня есть... В 90% случаев мужчина скажет следующее, вообще-то не про это говорил. Говорить изначально не надо было. Ага, да. Да, нет, но тогда, что же удивляться, если мужчину в конце концов не могут вывести на разговор, потому что ему периодически сообщают, что он не так разговаривает и не о том сообщает. Тогда, конечно, он просто замолкает, и в этой семейной жизни он приходит домой, поел и все, и уселся перед телевизором. Потому что общение-то надо строить, а это строительство должно происходить с двух сторон. Ну, вот если говорить о том, как мужчину слушать, то слушать его нужно, во-первых, ушами, а во-вторых, это все вполне себе перепроверяется. Нужно немножечко отвлечься от себя самой. Вот если говорить о женщинах, если мы говорим о том, как женщине постараться мужчину все-таки чуть лучше понимать. Ну, для того, чтобы хотя бы пропасть между вами не увеличивалась. И задавайте вопросы. И в конце концов фиксируйте для себя то, что на самом деле будет. Да-да-да, можно записать. Очень даже да. Какие-то вещи точно надо будет записать, потому что вы удивитесь, вы их потом забудете. А он вам это припомнит. Скажешь, а я тебе уже сказал. Мне кажется, припоминать это прерогатива опять-таки наше. Нет, тут все припоминают. Дорогие дамы, у меня в первую очередь вопрос к вам, но и от вас, дорогие мужчины, тоже хочется получить отклик. А как, по-вашему, вы своего мужчину, ну и, соответственно, мужчины, свою женщину, девушку, жену, или, может быть, там, мать, сестру, дочь, удается ли, по-вашему, понимать? И если да, то как вы этого достигли? Вы делитесь своими мнениями и впечатлениями. Телефон прямого эфира 8 800 3331706, 8 800 3331706. Он бесплатный и единый по всей России. Приложение Теус, сайт teus.fm. В общем, все для вас возможности. Ждем ваших откликов. Сергей, если говорить о каких-то пунктах, чего делать и чего не делать, то и другой стороне для того, чтобы наладить вот эту коммуникацию, которая порой бывает разорвана. Ну вот смотрите, я пытаюсь здесь топтаться в этом месте и не уходить отсюда, что один из очень важных моментов, которые нужно учитывать. Обычно это бывает в ситуации конфронтации, когда есть конфликт, когда есть уже столкновение, и в этом столкновении есть определенный градус накала. Вот когда это есть, то, конечно же, все, что происходит в такой атмосфере, оно усиливается. Усиливается, и это значит, что эмоционально вы воспринимаете с определенными, надо сказать, искажениями то, что вам сообщается. И очень важно, очень важно не додумывать, дорогие женщины. Это первое, что будет играть против вас. Додумывать нельзя. Это одно из важных правил, которое, если нарушается, оно приводит вас в тупик. Вам кажется, вы безошибочно прочитали, абсолютно точно учли тонкие нюансы. Ничего подобного. Тонкие нюансы вам тоже способны сообщить, может быть, не все, но что нужно, что хочет сообщить мужчина, он вам сообщит. Помните рекламу? Была такая реклама в свое время колбасы какой-то. И там вот, значит, продавец такой в этом колпаке, так как с советских времен, да, и он спрашивает, а сколько вешать? Она что-то такое объясняет ему. Он говорит, сколько вешать в граммах? Вот это метафора разговора мужского. Он будет выверять, и все, что он хочет вам сообщить, вы своими вопросами можете выяснить. Так ведь ни за что уже честно не ответит после такого ответа. Подождите. Нет, секундочку. Если вы стоите на этой позиции, что ни за что вам честно не ответит, вы в тупике. У вас все, вам дальше двигаться некуда. Сойдите с этой ситуацией, сойдите с этой позиции, потому что она тупиковая, и это не так. С чего берет? Откуда такой тезис, что он не ответит вам честно? Из чего он вдруг берется? Он берется из того, что после дополнительных вопросов со стороны женщины, как правило, уже читаются какие-то уже мужчины дополнительные нотки истерики в голосе. А что ты тут имел в виду? И вот после этого уже начинается такой глубокий анализ. А что я тут только что сболтнул? Сейчас будет скандал. Конечно, правильно. Дорогие женщины, если вы начали наезд, а потому что истерические нотки свидетельствуют именно об этом, вы начали атаку, ну, зачем мужчина будет ввязываться в эти военные действия? Конечно, если он, ну, скажем так, нормальный, он постарается это все погасить. Так вы же не выясняете, а вы нападаете, вы делаете разные действия. Незаметно разве? Нет. Незаметно. Не скажу. А вот, а я утверждаю, что можно выяснять не нападая, а можно нападать не выясняя. Но если вы делаете параллельно оба действия, вы выясните, что вам важнее наехать по поводу того, что сказал, что джинсы, что толстые, значит, да, он уже прочитал, что вы наехали. Все, достаточно. Но так если вам все-таки интересно выяснить, женщинам обычно бывает интересно, вот если вывести нужную женщину из себя, нужно сказать о каком-то секрете. Очень мало девушек, которые способны, способны просто не сойти с ума до следующего утра, не выяснив этого секрета. Вот если вам действительно интересно, что он думает, так выясните. Это же другая функция. Выяснить-то выяснить. Ситуация уже для мужчины, который допустил какое-то неаккуратное высказывание, она тупиковая. Потому что вне зависимости от того, после того, как прозвучало что-то, в чем, мне кажется, у женщин есть несколько таких больных тем, это шутки по поводу их интеллекта, особенно если девушка изумных. Со светлыми волосами. Ну, даже тут, мне кажется, у некоторых парней есть, в принципе, что девушка априори не может быть его умнее. Это наезды на ум, телосложение, ну и другое. И скажем... А под другим можно все, что угодно. Ну, под другим там могут быть уже частные случаи конкретной девушки, ее каких-то, может быть, слабостей или каких-то комплексов неуверенности в себе. Там может быть целое поле для размышлений. И вот если неаккуратный и не очень, может быть, знающий свою возлюбленную мужчина наступил уже вот так вот на вот эту зыбкую почву больных тем для дамы, И уже вне зависимости от того, по какому маршруту будет строиться дальнейшая беседа, будь то девушка сначала постарается выяснить, даже если она все выяснила и, скажем, не вышла на тот момент, что все благополучно и спокойно, что вряд ли, то она нападет после того, как она получит больше аргументации. Ну, посмотрите, Кать, ну, вот смотрите, что вы делаете. Вы говорите о том, что мужику вообще просто хана в любом случае, да, и он тоже просто, может быть, объявлена война, может быть, без объявления нападение будет совершено. Ну, конечно, но в такой атмосфере это все... Счастье до магнетизма и любви не добьешься. Да, совершенно верно. Это же вот спасибо за цитату. А вы попробуйте взглянуть на ситуацию другими глазами. Но вот именно эти вещи, они приводят к тому, что возникает такой стиль взаимодействия, такой стиль взаимоотношений, в котором никогда не разгребешься. Так не проще ли в такой ситуации, ну, уж если мужчина действительно любит свою девушку-женщину избрать, знает ее больную точку, как правило, их не очень много, ну, одна-две. Ну, не может быть, ну, если их как-то там дико больше, то уже тут вопрос, а ту ли женщину он выбрал. Ну, как правило, есть пара больных тем. Как правило, их гораздо больше. Ну, все-таки каких-то острых, прямо таких вот, которые задевают женщину самое живое. Не лучше или их просто, может быть, как-то, ну, чуть мягче обходить? Или если... Ну, лучше, конечно, лучше. Просто у меня есть такое правило. Все-таки, когда в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев я работаю с тем примером, который мне предложен, да? В данном случае, Катя, вы предложили такой разговор про джинсы-то, да? Ну, на самом деле, вообще мужчин крайне редко будет говорить про то, какие джинсы надо купить. Ну, про джинсы, да, это, наверное, так сполтнуло, но поводов для того, чтобы сказать, ты что, считаешь, что я жирная, их масса. Да, но это на самом деле... Ну, давайте так... Вот, более распространенно, и тебе нужно в спортзал. Вот тут вот прямая дорога до того, что я жирная. Итак, давайте мы назовем это следующим образом. Мы назовем, что это прежде всего проблема девушки, в первую очередь. А во вторую очередь это может быть и проблема, а может быть нет, а может быть проблема и мужчины, рядом с которым эта девушка. Потому что если она не справится с этими своими трудностями, мужчина ничего здесь сделать не сможет. Он даже не будет об этом говорить, она будет видеть, додумывать, дочитывать, что он именно об этом говорит, что он именно туда метит. Ах, ты опять меня в больное. Это же ее проблема. Это проблема, с которой ей нужно самой справляться. Она первая должна начать с этим справляться. А мужчина должен помочь с этим. Ну, если он ее действительно любит, если они живут... Знаете как, я все больше говорю про семьи, которые живут уже какое-то время вместе. Там динамика другая. И там немножко по-другому работают восприятия друг друга. И в этом смысле, конечно же, ну, мужчина должен сильные стороны помочь как-то, помогать утвердиться своей возлюбленной, своей супруге. Но если она этого не будет делать, он бессилен. То есть, так же, как вы ничего не сделаете по поводу его слабых мест, если он сам не будет в этом смысле работать над собой. Не комплексовать излишне. Это же задача-то, которая таким образом просто, вот таким подходом она не решается. А мы говорим об обычном разговоре. Но если все сведется к тому, что, а, опять же, я же толстая, или опять я некрасивая, опять я плохая хозяйка, и все, и поехали. О чем бы ни говорил, все к этому сведется, но это нечестная игра. Это уже про другое речь. Так что давайте пока на паузу и обмозгуем. Сердцу не прикажешь. Так народ говорит. Глупостью, он говорит ваш народ. Сердце такое же орган, как и иные. И под властьем приказу слышим. В эфире передача «Формула семьи». Телефон прямого эфира 8 800 333 17 06. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teus.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. И вообще на сайте много чего интересного, так что обязательно заходите. А пока мы обсуждаем, ох, наверное, извечную проблему восприятия, взаимного восприятия слов друг друга, переводом с мужского на женский, с женского на мужской. И занимаются этим Екатерина Горбунова и Сергей Толоконников сегодня. У нас, кстати, есть очень любопытное сообщение от Никиты. Вот просто всегда человек-неожиданность. Чем старше становлюсь, тем больше понимаю, что женщины просты. Иногда кажется, ее шаг и начну их... А, иногда кажется, еще шаг и начну их воспринимать как куриц, определяя каждый их жест, повадки слова на три шага вперед. Иногда попадаются интересные экземпляры, но все реже и реже. Все не сходит до функции. А это неинтересно, когда процесс механический. Не везет Никите с женщинами? Ну, прям как естествоиспытатель. Такой дневник естествоиспытателя. Ну, Никит, ну, не знаю. Ну, может быть, правда, вам не очень везет. Хотя вот сколько я помню, вы в эфире столько заявлений делали по поводу богатого опыта, собственно, что даже не понимаю, с чего же вдруг такое огорчение. Может быть, вы познали жизнь, да. Вы поняли всех женщин. Видимо, вы и себя тоже хорошо понимаете. С этим можно вас поздравить. Я лично натыкаюсь на то, что я не всегда могу понять даже самого себя, потому что все очень бывает сложно. И мотивация, которая мной движет, мне приходится ее расковыривать. И когда я обнаруживаю, что тогда она, в общем-то, достаточно проста оказалась, но не та, о которой я подумал сам, думал, вот у меня все очень четко и понятно. Люди-существа невероятно сложные, в этом смысле точно не всегда предсказуемые. Нюансов очень много. Вот я так вижу. Знаете, мне на самом деле, конечно, я думаю, Никита сейчас прокручивает в голове, вот сейчас у женской части сегодняшнего эфира обязательно начнет очень сильно бомбить и сопротивляться все женское внутри. Эфира, на самом деле, отчасти я могу согласиться вот с чем в этой позиции. Не с тем, что женщины курицей, не с тем, что примитивно сводятся до каких-то определенных функций, а лишь с тем, что по большому счету, чтобы женщина не наезжала, не нападала, не, может быть, вскрикивала лишний раз, достаточно просто быть достаточно внимательным к ней. И внимательным не в каких-то глобальных вещах, а именно в каких-то мелочах. Помнить, может быть, ее любимый цвет, или помнить, что вот такой фильм ей больше всего нравится по воскресеньям смотреть. Или какие-то еще такие нюансы, и немножко ее подхваливать в каких-то ее начинаниях. И все, на самом деле. Мне кажется, тогда проблем не будет, и тогда любая критика со стороны мужчины будет воспринята нормально. Ну вот, Катя, вы сейчас произнесли ровно то, о чем я хотел сказать. Действительно, я бы назвал это простым словом. Это на самом деле доброе отношение, уважение. Мне кажется, Никита не про это, он говорит, что зачем вообще женщину понимать, но это потому, что зачем понимать человека. Для меня это выглядит обидно. Слышится для меня это очень не по-человечески. В этом смысле, если женщина недостойна уважения, то кто достоин? Ну вот, я хотел бы задать Никите этот вопрос. Мужчины достойны? Ну, на каком основании? Ну, животное тоже можно подобрать к любому. В принципе, вот метафоры, штука хорошая. Если здесь курица, то кто там? Выбирайте, да, то есть большой зоопарк на самом деле. Выбирайте, кто вам нравится. Особенно разъярите какую-нибудь женщину. Там вот целый список всевозможных домашних крупного рогатого скота и прочего будет. Вы увидите тигриц, пантер, все что угодно, львицы и волчиц. Все что угодно можете встретить. От курицы очень далеко будет все это дело. Но я бы хотел сказать об одном очень важном моменте. Знаете, вот это еще раз сказать. Уважение. Это одна из вещей, которая здорово способна вытягивать как мужчину, так и женщину, для того, чтобы выстраивать взаимопонимание. Просто уважение. Само уважение, которое, на мой взгляд, должно быть априорным. Оно уважение, знаете как, это штука, которая поможет вам прежде всего. Поскольку это человек, и в нем есть образ Божий. Вот хотя бы поэтому. Но это должно работать с две стороны. В две, конечно. Потому что, конечно, с моей позиции всегда немножко проще наезжать на противоположный пол, говорить, что все беды изначально в вас, и вот женщина с вами рядом не цветет. Это потому что вы там. Всякие, знаете, избитые фразы про плохого садовника и так далее. А на деле вот здесь оно, мне кажется, очень связано и отражается во многом взаимно. Но вот опять же момент, как по мне, очень часто бывает даже какое-то вот это вот невосприятие, невозможность понять язык любимого человека просто потому, что кто-то сильнее, чем половина. Но больше еще конфликтов, когда оба очень сильные. Вот как так? Конечно. Как в такой ситуации действовать и как достигать какого-то взаимопонимания? Ну вот прежде всего это уважение, с одной стороны. Но есть нюансы, да, вот мужчин раздражают намеки, невероятно раздражают. Это женщины должны просто это принять как аксиому. Это выводит из себя. Простая фраза, она дорогого стоит. Мужчины месяцами не могут добиться этих простых фраз. Почему? Если женщина уважает, если вы уважаете своего близкого человека, вам не будет это так катастрофически трудно. Да, почему-то женщинам это сложно. Но прямые, ненамекающие фразы, они, вы просто поймите, что с точки зрения мужчины они честнее. Для них это выражение уважения к вам и отсутствие манипуляций. Мужчина это ценит. Не соглашусь. Можете не соглашаться. Очень часто бывает так. Вроде бы там попробовал сначала неловко так понамекать, понимаешь, что намеки, ладно, не доходят. Решаешь как на духу какую-то... Я даже там не говорю сейчас про какие-то там мелочи, подарочки, знаки внимания и прочее, а про какие-то более существенные семейные вещи, которые, конечно, я еще не испытала на личном опыте, но вполне могу видеть по знакомым и предполагать. Не знаю, муж уже несколько месяцев, а потом, может, и полгода, не ищет работу, не находит ее и так далее. Как ты намекаешь, мол, денег не хватает, не понимает, там что-то как-то на хэдхантере неуверенно рассылает, нет, нет резюме. Говоришь ему, так, любимый, дорогой, давай ищи работу. Нужно, чтобы... Но это не ситуация намеков. И тут обижается. Правильно. Обижается напрямоту. Нет, но то, что он обижается напрямоту, он обижается не напрямоту. Обижается он на другое. Вот это вот мужское самолюбие на самом деле более уязвимое, чем женское. Не более, оно уязвимое, не более, чем женское уязвимое. Уязвимое совершенно правильно, это правда. Мужчины не любят, когда им указывают на их недостатки. Точно так же, как женщины любят, когда им говорят, что, а, что там с джинсами-то? Ага. Вот это болевая точка мужчины. Но если женщина мудрая, а ей нужно быть такой, потому что иначе она разрушит весь свой дом, она разрушит отношения свои с супругом, все остальное развалится просто само по себе. То ей нужно подумать немножечко, как уважительно в стиле помощи эту проблему поддержать его, помочь решить. Намекать здесь бессмысленно. Он это прекрасно прочитывает, намек-то. Он же его понимает. Он сам проблему не то чтобы не видит. Он не понимает, как ее решить. А когда он видит, что в тылу у него его любимая, она вместе с ним будет проходить эти трудности, он будет копать землю. Если он еще и в тылу обнаруживает персонаж, который его подталкивает и подпихивает просто, а ну давай-давай-давай, просто давай-давай-давай, ну, конечно, ему сложнее. Но он как-то выйдет, наверное, из ситуации. Но это не ситуация намеков. Вы говорите о результате, Катя, а я говорю о стиле, о подходе, о том, каким образом это должно осуществляться. Тогда результат будет другой. В таком случае вы, конечно, будете получать именно такие результаты. Безусловно, потому что вы попали в больное место, он не хочет даже, но он будет скукоживаться, он будет закрываться от этого. А если он увидит поддержку, будет по-другому. Другая история. Вот женщины не любят прямолинейности, вот хотят всячески от нее уйти, но невозможно получается. Даже когда вы выясняете отношения со своими подругами, без прямолинейности не обойтись. У меня есть простая метафора. Вот представьте себе. Да, вот мужик, он такой мужлан, он, значит, все перпендикулярно по линейке, все вот и да, все вот так вот выглядит. Это все скучно, неинтересно. Очень часто бывает, да, действительно так. Ну, хорошо. Вот вы вышли из метро, и вам нужно доехать на автобусе или на маршрутке куда-то. Вы выходите на остановку с таким-то номером маршрута, и там написано, что вот через две минуты придет, значит, ваш автобус. Как вы себя чувствуете, когда через 12 минут, через 22 минуты нет этого автобуса? Ну, наверное, плохо. Резонно. Так, а вот это вот к мужчине, к этой точности. А если пришел автобус, пускай даже по расписанию, он пришел, но поехал не по тому маршруту, а потому что, а чего каждый раз, каждый день по одному и тому же. Чего-то я как-то, а я вот решил, что вот поедем мы сегодня так. У меня настроение такое вдоль набережной, вам туда не надо. Понимаете, вот к автобусам у нас есть свои, почему-то свои от них ожидания. Мужчина, он в чем-то, да, он такой прямолинейный, как автобус бывает. Ну, так используйте эту ситуацию. Но если вы его уважаете, вы легко настроитесь на волну. Настройтесь на нее сами. Поставьте для себя задачу понимать. Не перестаньте, женщины, все время жаловаться на то, что ваш муж вас не понимает. Задайтесь вопросом, а вы его понимаете. Сколько ситуаций вы действительно понимаете. Не сами считаете, что вы поняли, а он подтверждает, что да, это было действительно правильно вами понято. Посчитайте. Вы увидите, что на самом деле у вас где-то счет одинаковый будет. А вы же противоречите себе, Сергей. В чем? Тут вот в самом начале эфира говорили, вот мужчины там за суть, за соль, за прямолинейность, там какие-то эти все, эту шелуху, вот эта вот рафинированность нужна, вот чистый продукт мысли. Чистый продукт мысли, иди устройся на работу. Или, ну, тебе нужна работа. Пардон. Нужно, чтобы ты работал. А в чем противоречие? Нужны деньги в семью. Так, смотрите. А тут, значит, когда женщина этот рафинированный продукт своей мысли выносит. Рафинированный продукт. Я имел в виду следующее. Соль – очень рафинированный продукт с достаточной очисткой. Сахар тоже, рафинад, да. Если вы в щи насыпите рафинада, вряд ли вам понравится это блюдо. Я говорю о другом. Я говорю о том, что для мужчины в его восприятии не нужны множество полутонов. Он к этому, он не то, чтобы ему это не надо, но он не к этому в первую очередь относится. Но для мужчины важно. А с каким тоном, какие тона звучат? Если вы просто сообщаете «надо устроиться на работу», точка, «деньги нужны», восклицательный знак. Вы сами-то как такое сообщение прочитаете, если вам это напишут? Как вы его прочтете? Как вы его интерпретируете? Это что? Призыв работать. Призыв работать. Но это правда. Он, в общем-то, знаете как, мужчина зачастую это и так понимает. Почему он ничего не делает? Ну, не все, но почему? Ну, вот знаете как, у меня есть, у меня больше среди моих знакомых тех, которые делают. Хотя есть и другие. У меня был пример общения, когда парень в течение месяца изо дня в день ныл о том, что у него не написан курсач, и ни строчки не писал. Ну, а люди-то разные. А тот ли это человек, с кем нужно связывать свою жизнь? Определенно, что нет. Ну, а пока небольшая предфинальная пауза. Иногда двух минут хватит одного взгляда, и все перевернутся в душе. Вы же знаете, как это бывает. Ведь вы знаете, как возникает любовь. Вы слушаете передачу «Формула семьи». Телефон прямого эфира. 8 800 333 17 06. В эфире по-прежнему «Формула семьи». И сегодня у микрофона в качестве ведущей Екатерина Горбунова, а в качестве эксперта Сергей Толоконников. С женского на мужской, с мужского на женский. Что ж, Сергей, по-моему, нужно уже делать выводы. У нас остается 5 минут эфира. Да, и нам сигналят уже об этом. Да, ремонтные службы не дают успокоиться. Ну, я бы сказал так. Если обращаться больше к женщинам, я все-таки больше был настроен говорить о том, чтобы как-то с мужского на женский переводить. То для мужчин, конечно же, важно помнить, что женщины-то как раз очень здорово считывают тональности. Женщины невероятно внимательны к тому, что сообщение определенным тоном говорится. С каким тембром это произносится. Не дай бог там вдруг какая-то игривая нотка появится. Женщина, скорее всего, это прочитает, как какой-то выпад в ее сторону. Вот обратить внимание на то, что важно. Чем важнее сообщение, тем мягче оно должно быть подано. Вообще женщина, если она сталкивается с вниманием, знаете как, есть блюдо, да, вот какое-то там, мясо какое-то или рыба, но, знаете, можно плюхнуть этот кусок на тарелку и есть это все дело чуть ли не руками, а можно подать это на блюде, на красивом, с зеленью. По-разному это все воспринимается. И по-разному вы едите, и по-разному чувствуете вкус. Да, вы манипулируете так, чтобы незаметно было. Вот тут не согласен. Я все это время, пока идет передача против манипуляции, выступаю. Ну а красивая подача, что это, если не манипуляция? Знаете, принесено в вашей даме, в вашей женщине той, которую вы любите, то есть, которую вы уже вместе. Когда вы это делаете, она это чувствует, вот это она точно чувствует, без интерпретаций, без особых. Уважение к себе она чувствует, любовь, заботу она чувствует. Когда это вот приправлено таким образом, вас лучше будут слушать, понимать. Будет отклик правильный. Знаете, как это вот правильная выработка всех секреций организма. И переварено будет. А в обратную сторону разве как-то иначе? А в обратную сторону тоже не иначе, но есть одна очень важная вещь. Для мужчины особенно это не просто забота. Для мужчины особенным является в этих приправах уважение. Мы не просто так про это говорим. Если он не чувствует, не обнаружит уважение как к мужчине, к себе. Знаете, как иногда приходится делать аванс, это правда. Но посмотрите, положительные вещи, они способны человеком менять. Если вы уже в супружестве, друзья, вам ничего не остается. Я исхожу из этих соображений. А если вы уже делаете, что называется, уже давно вместе шаги эти. Да-да-да, мы слышим. Нас выгоняют, друзья, видите. Нас с полторы минуты никуда не пойдем. Да, но мы упорные. Простите за этот шум, мы ничего не можем с этим сделать. Но вот если вы уже вместе двигаетесь, вы должны понять. Потому что обычно это бывает через некоторое время, после того, когда падает вот этот шлейф, хороший шлейф влюбленности, остается что-то другое. Вы без него остаетесь. Это как вот невеста без фаты. И ты видишь человека таким, как он есть. И смотришь, не накрасилась. Таким, как он есть. Но на самом деле в ненакрашенной девушке есть особая красота. Она ничуть не меньше. Потому что это все искусственное. Сергей, знаете, у нас остается где-то минута. И вот есть у меня последний вопрос. Если все так в итоге-то, по большому счету, просто и понятно, и строится-то, по большому счету, на уважении, и попытки докопаться взаимно до истины, а не до друг друга, то а вообще есть ли тогда эти два языка? Языки все равно есть. От этого никуда не денешься. Все равно приходится переводить. Но в этом случае... Вы не обращали внимания, когда вот вы иностранный язык, который изучали, вы настраиваетесь на то, чтобы слушать человека и понимать, и верите, что будет понимать. И вы понимаете. А когда вы смущенно слушаете, то вы не понимаете того, что говорит человек. И дело не в произношении, а дело в вас самих. Вот та же самая штука работает и в супружеских отношениях. Что ж, друзья, настраивайтесь на волну друг друга, оставайтесь друг другом и пытайтесь докопаться до этой истины. Она очень важна. Любите и уважайте. До встречи в новых эфирах.